Здравствуйте! В эфире новости губернии в студии Ильдар Кагиров. В начале выпуска коротко о некоторых темах. 130 томов обвинительного заключения, ущерб в 70 миллионов рублей. В Самарском районном суде началось оглашение приговора по резонансному делу о махинациях с муниципальной недвижимостью. Первобытные инстинкты и полный авангард. В Самаре презентовали арт-проект «Пещера» и пригласили всех на экскурсию в прошлое. Мыслить нестандартно учились и наши корреспонденты. Самый узнаваемый символ Нового года установили на площади Куйбышева и уже наряжают, а вокруг строят сказочный ледовый городок. Немного волшебства и праздничного настроения уже сегодня в нашем выпуске. Премий и грантов для молодых талантов в области науки и культуры станет больше. Региональный Кабмин сегодня внес на рассмотрение Думы проект соответствующего закона. В бюджете на будущий год изменения уже предусмотрены. Вместо обычных двух заложено 4 миллиона рублей. По поручению губернатора Николая Меркушкина число премий решено увеличить с 10 до 20 в каждой из номинаций. Правда, подавать документы на рассмотрение теперь нужно за год, а не за полгода, как было раньше. Еще одно новое введение. Участвовать в конкурсе на получение губернских премий смогут научные коллективы до трех человек. При этом не допускается включение в состав научного коллектива лиц, осуществляющих в процессе выполнения работ административные либо организационные функции. В случае признания лучшей работы научного коллектива губернская премия присуждается каждому. И надо отметить, что в регионе реализуется целый комплекс мер, направленных на поддержку научных изысканий, сохранение научных кадров. Самарская область – один из немногих регионов России, где сосредоточены высокие научно-технические промышленные потенциалы. И самое главное, у нас есть талантливые молодые люди, способные создать инновации и продвигать свои разработки. С 1 марта 2015 года вырастут цены на пригородные и междугородные автобусные перевозки. Областное правительство на сегодняшнем заседании внесло изменения в соответствующий законопроект. Меры продиктованы повышением цен на топливо и запчасти, а также необходимостью обновлять автопарк, на цене которого отражаются колебания курса рубля к иностранной валюте. Проект одобрили. Цены планируется повышать в два этапа. На пригородные перевозки в 2015 году на 20 копеек за километр, в 2016 на 30 копеек. Билеты на внутриобластные рейсы станут дороже на 13 копеек за километр в следующем году. И на 32 копеек их поднимут в 2016-м. Проведена большая работа. И при формировании тарифов на указанной перевозке учитывался экономически обоснованный рост цен на горючий смазочный материал дистоплива, который у нас подорожал за этот год не менее чем на 3-4 рубля. Импортные запчасти на комплектующие. И на расходные материалы. Коснуться изменения и речных перевозок. Стоимость поездки от Самары и Тольятти до населенных пунктов по другую сторону Волги не увеличивалась с 2004 года. Цены вырастут не сразу. В 2015 году почти на 8% и в 2016 на 8%. Номерская ситуация вынуждает нас пойти на эти крайне непопулярную меру. В то же время хочу отмечить, что цены на проезд с речным транспортом у нас не поднимались уже более 10 лет. И в следующем году, несмотря на напряженность областного бюджета, мы продолжим субсидировать данные перевозки. Таким образом сохраним социально ориентированный тариф. А уже с января следующего года вступят в силу новые правила платы за отопление. Те, кто живет в домах, оборудованных приборами учета тепловой энергии, станут платить по показаниям счетчиков. Те, у кого таких нет, продолжат платить по нормативам. При этом они смогут выбирать рассчитываться с коммунальными службами ежемесячно или сразу за полгода. Если оплата услуги за отопление будет распределяться равномерно по месяцам календарного года, либо он может быть второй, вторая позиция, это коэффициент периодичности равный 12 седьмых. Тогда оплата услуги по отоплению будет распределяться только на месяце отопительного периода. Решение о применении величины коэффициента периодичности, который указан во втором пункте приказа, принимается на общем собрании собственников. Громкий судебный процесс близится к финалу. Сегодня началось оглашение приговора Вадиму Кужилину по делу о махинациях с муниципальной недвижимостью. Напомню, по данным обвинения, бывший замглавы городского департамента управления имуществом, а также несколько его сотрудников, риэлторы и полицейские, создав организованную преступную группу, заключали фиктивные договоры социального найма. Приватизировали квартиры, которые предназначались для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а после продавали. Ущерб, по оценке специалистов, составил 70 миллионов рублей. В своем последнем слове экс-чиновник просил суд учесть его сотрудничество со следствием и частичное признание вины, а также пожаловался на состояние здоровья. Обвинительное заключение по делу составляет около 130 томов, так что оглашение приговора займет не один день. В настоящее время судебное следствие по данному уголовному делу окончено. Сарангу ссоростное обвинение просило Кужельну признать виновным, назначить ему наказание по совокупности преступления в виде 11 лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы. К отбыванию вы справитесь на колонии общего режима. В Самаре назревает скандал на почве точечной застройки. Современные здания торгово-офисного центра собираются возвести буквально посреди двора. Жители соседних домов с таким уплотнением не согласны. Николай Козлов выслушал мнение. Декабрьский мороз не помешал жителям двух многоквартирных домов, стоящих на улице Пензенской, выйти на общее собрание. Поводом стал забор, отгородивший проезд к их домам. На прошлой неделе вокруг участка, около домов 56-52, возник забор, огороженная территория и, собственно говоря, готовится под строительство многоэтажного офисного здания. Жильцов не уведомили, соответственно, жильцы с этим не согласны. Вот, помимо этого, перекрыт доступ для пожарной техники, перекрыт проезд, который разгружал перекресток. Ну, вот, собственно говоря, по этому поводу все жильцы выказывают недовольство. Участок возле их домов, говорят жильцы, давно хотят прибрать к рукам. В 2011 году неподалеку от домов неизвестные вырубили 42 дерева. В результате городу был нанесен ущерб на сумму свыше 7 миллионов рублей. Было даже возбуждено уголовное дело. Это подтверждают и документы. Теперь появился забор. По словам жильцов, возле их домов хотят возвести многоэтажное офисное здание. Территория была застроена еще в советское время. Строилась она по определенному плану, по архитектурные какие-то решения были. А теперь ни с того ни с сего. Здесь между домами втыкают, как говорится, неизвестно что. Представители администрации железнодорожного района пообещали разобраться в ситуации и не допустить точечной застройки территории. Земельный участок, он находится в собственности. Собственники сделали проект на постройку по данному адресу торгово-офисного центра. Ну, жильцы, естественно, ближе лежащих к домам против данного строительства. Администрация района поддерживает позицию жильцов. Протестующие намерены добиваться отмены уже полученного разрешения на строительство. На данной территории обратились соответствующие жалобы в прокуратуру. Мы будем следить за развитием событий. Николай Козлов, Виктор Соколов, Новости губернии. В Самаре по подозрению в причастности к целой серии телефонных мошенничеств задержаны двое молодых людей. По данным силовиков, чаще всего их жертвами становились пожилые люди и дети. Если трубку брал пожилой человек, то один из подозреваемых выдавал себя за родственника, который попал в беду и просил срочно передать деньги через курьера. Его роль исполнял подельник. Если на звонок отвечал ребенок, то деньги и ценные вещи его уговаривали передать фальшивому сотруднику полиции, потому что квартиру якобы собираются ограбить. Всего, по данным следствия, на счету задержанных восемь эпизодов. Впрочем, не исключено, что их может быть гораздо больше. По ним обоим возбуждены общие. То есть эти восемь уголовных дел соединены в одно производство, в одно уголовное дело. Положительно, не только в нашем районе промочном, но еще в советском, кировском, есть эпизоды, которые люди просто не заявляли. Как и пожилые граждане, так и родители к вношению совершеннолетних, у которых были совершены преступления. Отмечу, что в прошлом задержанные уже попадали в поле зрения правоохранителей. Оба ранее судимы за убийство и разбой. Полицейские просят всех, кто пострадал от действий этих людей, сообщить об этом по телефону, указанному на экране. Проблему защиты персональных данных детей подняли на уровне федерального округа. С появлением интернет-порталов, образовательных учреждений и электронных дневников, конфиденциальность личной информации учащихся и их родителей попала под угрозу. Все дело в том, что обрабатывать данные, выкладывать их в интернет уже научились, а вот сделать так, чтобы они были доступны лишь определенному кругу людей, пока нет. Как решить сложившуюся ситуацию не в убыток интернет-технологиям? Обсудили во время видеоконференции представители уполномоченного по правам человека, Минобра и Роскомнадзора со всего ПФО. Специалисты бьют тревогу. Воспользоваться информацией об учащихся, пока она в открытом доступе, могут злоумышленники. Персональные данные, вот как само понятие, это практически любая информация, то есть фамилия, имя, отчество, а дальше уже, это уже персональные данные. А дальше уже, чем дальше, тем глубже, то есть могут разместить и изображения детей, то есть их фотографии, там, видеозаписи. Все это можно, только следует помнить о том, что информация о вашем ребенке должна быть в закодированном варианте, и доступна она только вам. Современная самарская медицина будет доступнее, в том числе и для жителей других регионов. Благодаря новой системе обязательного медицинского страхования и строительству нового по мировым стандартам кардиоцентра, число иногородних пациентов увеличится в разы. Такие прогнозы дают специалисты. Впрочем, уже сейчас за консультацией и лечением сюда приезжают и соседних областей. Виталий Портнов узнал больше о перспективах. Давящая боль, тяжелое дыхание и обморочное состояние. Симптомы острые, помощь нужна неотложная. Иван Скобликов приехал в гости из Саратовской области, а оказался на больничной койке. 66 лет, диагноз – инфаркт. Жизнь была на волоске, пока добирался до кардиоцентра по пробкам. Выжил. Врачи среагировали быстро, из приемного покоя сразу на операционный стол. Здесь моментально. Я вот поэтому уже задним числом осмелел и шучу, что в операционном мне вытащили кол, а в реанимации мне дали путевку в жизнь, а не к пресвятым. А здесь вот рутинный труд меня лечит. Заботливые руки врачей и постепенные нагрузки помогли быстро встать на ноги. Через пару дней уже на выписку. Наталья Тимонина о том, что у трехмесячного сына врожденный порог сердца, узнала только здесь, в Самарском кардиоцентре. В Бугруслане, Оренбургской области, в местной больнице такой диагностики нет. Оборудования не хватает. До центра ехать дальше, чем до Самары. Мы приехали, сделали УЗИ сердца, и нас обнаружили врожденный порог сердца. Через месяц мы приехали, решили лечь на обследование, посмотреть, есть ли ухудшения или улучшения, чтобы быть спокойными. Здесь спасают жизни и рождаются люди. Ежегодно в Самарском кардиоцентре проходит лечение 15 тысяч человек. 10% иногородние. Сюда едут за оперативной и квалифицированной помощью. Оборудование специалисты позволяют. Врачи уже делают прогнозы. Пациентов со следующего года будет больше. За счет новой системы обязательного медицинского страхования и нового современного корпуса. Строительство идет полным ходом. Мы заинтересованы, чтобы приезжали люди из других регионов. Это совершенно очевидно. Это и рейтинг учреждений, это и конкурентоспособность, то, о чем говорят. В новом корпусе будет, естественно, еще плюс самый современный оборудование, будут самые современные технологии. Это будет пятиэтажное здание. Целый комплекс мирового уровня. Здесь каждый год смогут проводить больше 10 тысяч операций на сердце любой сложности. Восемь операционных, 62 лечебные и 44 реанимационных коек диагностического, хирургического и реанимационного отделений. По плану строительство должно завершиться уже к началу 2016-го. Виталий Портнов, Игорь Лунев. Новости губернии. Продукция 24 предприятий региона теперь входит в список 100 лучших товаров России. Всероссийский конкурс проводился по четырем основным номинациям. Продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения и услуги для населения. Лучшими в масштабах страны стали ведущие нефтеперерабатывающие строительные компании и производители продуктов питания Самарской области. Участники и победители конкурса получили почетные грамоты регионального министерства промышленности и технологий Минсельхоза. Кроме того, все они теперь смогут разместить на своей продукции логотип конкурса, как знак качества. Участие во всероссийском конкурсе стимулирует сами предприятия, помогает продвигать товары на всероссийском рынке, на международных рынках, в том числе товар становится узнаваемым, товар становится очень популярным. Это помогает коллективам осваивать какие-то новые виды продукции, которые очень востребованы могут быть населением. Пилоты гоночной команды «Лада Спорт» WTCC приехали в Тольятти и устроили новинкам автоваза «Настоящее испытание». В следующем сезоне бороться за место на пьедестале они будут за рулем болида, созданного на базе «Лада Веста». Гоночное авто пока только в разработке, а вот другую, более простую спортивную линию в условиях гоночной трассы удалось протестировать и всем жителям автограда. Рёв мотора может и тише, чем у гоночных болидов, но у пассажиров ощущений не меньше, чем у зрителей «Формулы-1». Вместо трассы одна из тольяттинских улиц автомобили разгоняют, что называется, пока стрелка на спидометре не ляжет, или пока у участников своеобразного тест-драйва вместо слов будут одни эмоции. Впервые с оправданному восторгу зрителей взвешенное мнение экспертов. На профессиональное соревнование на таком не поедешь, но к эксплуатации никаких претензий нет. Это чуть больше, чем обычная стандартная, да, гражданская машина. То есть ты на ней можешь получать такое же удовольствие, или всеизмеримое больше, чем на обычной версии. Но в то же время она подходит для каждодневного использования. Впрочем, показательные гонки были интересны не только автолюбителям. Занятия для себя смогли найти и те, у кого и вовсе нет прав. Фотосессия в новом авто или автограф-сессия со звездами гонок. Кстати, для них АвтоВАЗ тоже приготовил сюрприз – новый болид. Я был пассажиром в гоночном болиде. Страшный опыт. Мне казалось, что вот-вот коробка передач развалится. Но пилот сказал мне, что это нормально. И на скорости 140 км в час все стало лучше. В марте мы предоставим пилотам новые болиды на базе «Лада Веста». И вы увидите, что они будут больше побеждать. «Лада Веста» заменит гоночную гранту на трассе уже в следующем сезоне, в которой, как надеются создатели и болельщики, аэродинамика будет заметно лучше. А значит, и побед в арсенале у команды прибавится. Дарья Болгова, Борис Кислицын. Новости губернии Тольятти. В Самару приедет «Золотая лига». К проведению клубного чемпионата Европы под дзюдо в регионе все готово. Об этом сообщили в областном правительстве. На татаме универсального спорткомплекса «МТЛ-арена» выйдут спортсмены сильнейших команд России, Германии, Франции и Италии. Напомню, в середине лета губернатор Николай Меркушкин, президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик и исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров подписали соглашение о проведении «Золотой лиги Европы» под дзюдо. Соревнования стартуют 20 декабря. Сейчас ведутся работы по установке временного перехода между основным комплексом и ледовым корпусом. Решаются организационные вопросы по встрече и размещению участников и гостей первенства. В Самаре состоялось первое в этом году заседание Оргкомитета по проведению зимнего этапа игры «Зорница». Напомню, возрождать военно-спортивные соревнования в области начали два года назад. Прошлой зимой участие в играх приняли более 40 тысяч школьников региона. Как будут проходить состязания в этом году и какой приз ждет победителей, узнала Анастасия Гончарова. Эта хрупкая девушка без труда может собрать и разобрать автомат Калашникова. В прошлом году Алина Ривкинт участвовала в зимнем этапе игры «Зорница». Старшеклассница уверена, полученный опыт непременно пригодится в будущем. Когда, например, в команде работаешь, в компании, в каких-то фирмах, когда очень много людей, нужно сплоченность, как бы все вместе, когда мы. То есть это коллективная работа и достаточно, поэтому это очень, наверное, поможет общение с людьми, прежде всего еще. Возрождать военно-патриотическую игру в регионе начали два года назад по инициативе партии «Единая Россия». В прошлом году только в зимнем этапе соревнований приняли участие более 40 тысяч школьников со всей области. Ребята не только овладевают какими-то военно-прикладными навыками, что, наверное, тоже очень важно, но и в том числе получают некий такой воспитательный заряд, патриотическую энергетику, чувство ответственности за свою семью, за свой город, может быть, за свой поселок, за страну. В этом году зимние соревнования будут проходить в пять этапов. Первый подготовительный стартует 15 декабря. Сами же игры начнутся в январе. Участников разделят по возрастным категориям – школьники с первого по четвертый и с пятого по девятый классы. Соревноваться будут в школах и на спорт-объектах области. Часть станций, такие как меткий стрелок, метание гранаты и прохождение полосы препятствий проведут на улице. Завершится Зорница в конце февраля. Победителей ждет поездка по местам боевой славы в этом году в Республику Беларусь. Анастасия Гончарова, Алексей Гриднев, Новости гувернии. Состояние души на языке авангарда. Участники арт-проекта «Пещера» удивили всю Самару. Театральные перформансы, творческие вечера, выставка живописи, скульптуры, показ анимационных фильмов – и все на одной площадке и на одну тему. Арт-тур в первобытное время в материале Татьяны Пудовой. Это даже не проект, а скорее ретроспективы. С художниками на выставочную площадку вышли актеры. Кто-то в образе первобытного человека, кто-то спелеолога. На стенах развешаны живописные работы Алексея Давыдова. Несколько лет назад остановился на пороге пещеры братьев Грэйви. Теперь для него это другая реальность. Для меня пещера не геометрическое пространство и не реальность именно закрытого пространства. Для меня пещера интереснее, гораздо интереснее, как сознание, как диалог. Человек зашел в пещеру несколько тысячелетий назад, а сейчас вышел. А что изменилось в человеке, изменилось ли? Каждый из авторов по-своему отвечает на этот вопрос. Алиса Самаринкина соединяет первобытные пластические формы с авангардом. Образы я черпаю из моей жизни. То есть для меня пещера, может быть, немножко я сейчас стала путешествовать. Для меня пещера моя страна. Художники находят темы для скульптуры в древних идолах и на скальных рисунках. Так что на выставке можно встретить и носорога. Стиль выполнения был выбран стимпанк, потому что он символизирует как раз новые технологии. Вообще он такой интегрирован всевозможными деталями, как раз и что и есть симбиоз животного начала и современного. Арт-проект стал шагом на пути сопоставления современного искусства с древним, а также попыткой осмысления личности. Продлится он до 20 декабря. Зрители увидят перформансы и посетят мастер-классы по фотографии. Татьяна Пудова, Александр Ерофеев, Новости губернии. Самую большую елку региона начали наряжать. 20-метровую лесную красавицу по традиции установили на площади Куйбышева в Самаре. А рядом скульпторы начали возводить ледовый городок. Он будет окружать самый узнаваемый символ Нового года. Ирина Трофимова узнала, что еще интересного можно будет увидеть в областной столице в канун самого доброго праздника. Главный новогодний символ на самой большой площади в Самаре устанавливают с самого утра. Елку в 20 метров высотой пока только собрали. По традиции из искусственных веток. Зато предновогоднее настроение создает неподдельное. Новый год, мне кажется, что это счастье. Наша семья символ Нового года – это елка. Вместе наряжаем. У нас трое детей, и каждый этаж делаем вместе. Вот я средний делаю. Окружать главную елку Самары будет ледяной сказочный городок. Материал для него везли специально из Екатеринбурга. На данном этапе мы ставим ледяные блоки, смораживаем их водой, и проливаем, чтобы не было швов, чтобы была конструкция крепче. Здесь будут красивые деревья, различные звери, птицы, павлины. Дед Мороз, как всегда, в Снегурочке герб города. На все это строительство уйдет более 80 тонн льда. Над созданием ледяного городка будут работать еще около двух недель. А вот 20-метровую лесную красавицу украсят более тысячи шаров разного диаметра. 29 светодинамических панно и 1200 метров гирлянды. Елка на площади Куйбышева станет самой большой в регионе, но не единственной. Ледовый городок в этом году появится уже и на площади Кирова. Два новогодних комплекса появятся в сквере Родина. Его ранее у нас не было. Там будет появиться новогодняя красивая елочка. Елочка появится еще и в Октябрьском районе. На пересечении улицы Новосадовая и Осипенко. Кроме того, в Самаре уже объявили конкурс на лучшее украшение зданий. Поучаствовать могут все желающие. Ирина Трофимова, Сергей Костин. Новости губернии. Пока это все новости. Всего вам самого доброго. Меховые изделия на любой вкус. В зале выставочного центра Экспо Волга открылась меховая ярмарка Экспо Фурс. В честь Нового года весь товар по закупочным ценам. Более 10 тысяч моделей зимней одежды. Только 5 дней, с 10 по 14 декабря, вы можете приобрести весь ассортимент товара по себестоимости. Наши цены вас приятно удивят. Нурку мы предлагаем от 29 тысяч рублей, дубленки от 7,5 тысяч рублей, мутон для вас от 5 тысяч рублей. А также вас ждет новогодний сюрприз. Весь товар можно оформить в расстрочку без переплаты до двух лет. Мы работаем для вас с 8 утра до 11 часов вечера. Для тех, кто не хочет щеголять в пушистых мехах, мягкие и симпатичные дубленки. Все модели на ярмарке можно приобрести со скидкой. Добро большой. И то, что выставка хороша, то, что продавцы помогают. Я надеюсь, что вон мне принесли дубленку. Я надеюсь, что я выберу по достойной цене. И все будет хорошо. К Новому году будет подарок. Работает меховая ярмарка до 14 декабря. Генеральный партнер прогноза погоды – меховая ярмарка «Экспофурс». Новогодняя распродажа на ярмарке «Экспофурс». С 10 по 14 декабря. Все по себе стоимости. Дубленки от 7,5 тысяч. Только 5 дней с 8 до 23 часов. ВС «Экспофурс». 11 декабря в регионе сохранится облачная погода. Ночью 6.11 со знаком «минус». Днем от 3 до 8 мороза. На севере-западе региона столбики термометров покажут минус 6 градусов. На востоке-юге около 4 ниже 0. Ночью в областной столице без существенных осадков. Температура воздуха минус 6, минус 11. При прояснениях до минус 16 градусов. Днем в Самаре-Тольятти облачно с прояснениями от 3 до 8 мороза. Ветер юго-восточный 6 в порывах до 11 метров в секунду. Новогодняя распродажа на ярмарке «Экспофурс». С 10 по 14 декабря. Все по себе стоимости. Мутон от 5 тысяч. Только 5 дней с 8 до 23 часов. ВС «Экспофурс». Редактор субтитров А.Семкин